Это вечер под серебряным дождём. Это вечер под колёса, пытаясь обогнать меня справа. Спасибо маме, Господу Богу и всей, так сказать, киноакадемии за хорошую реакцию. А с ними, видите, профилактические беседы во время рейда будут проводить. Ладно, к этой теме мы сегодня перейдём. Тут есть что обсудить, поверьте мне. Как-то так эта неделя богата на события, связанные именно с электросамокатами. Также непременно расскажу вам, и не только я, и эксперт, которому позвонили, редакторы «Серебряного дождя», о том, как поменяется, если поменяется, конечно, работа такси в связи с тем, что с сегодняшнего дня вступил в силу закон о такси. Я не просто так решила за эту тему зацепиться. Последние несколько, наверное, недель в разных телеграм-каналах обсуждается возможность дефицита кадров именно среди таксистов и именно в связи с новым законом и, как следствие, уменьшение количества, в том числе, автомобилей на линиях для пользователей этой услуги. В общем, будем разбираться, насколько этот закон повлияет, кому будет хуже, кому будет лучше и так далее, и так далее. Кикшеринг, конечно же, друзья. Тут Суперджоп днями провел любопытный опрос с итогами, которые мне, в общем-то, нравятся. Но я непременно расскажу, что по поводу этих итогов, или так, что на эти итоги положили в Дептрансе. А мы, кстати говоря, решили дать вам возможность послушать представителей разных сторон. Будет и эксперт, который считает, что электросамокаты – это очень круто и полезно, и важно в городе. Но будет также и мнение тех относительно вот этих вот цифр опроса Суперджоп, кто выступает против электросамокатов в городе. Много международки. Интересная история вокруг Индии. Сразу несколько саммитов сегодня появились в медийном пространстве. Что в Центробанке думают о возможном изменении ключевой ставки и ужесточении валютного контроля? А снова эта тема появилась. Ну, а через пару минут мы начнем, друзья мои, с того, с чего начинаем, в общем, практически всю эту неделю, да и не только эту неделю, с очередной атаке беспилотников на российские города. Вам напоминаю, что у нас работает WhatsApp по номеру плюс 7903-7976-333. Уже запущена видеотрансляция на нашем канале в YouTube, куда пришли уже первые наши постоянные зрители. Меня зовут Дарья Гордеева, и к новостям перейдем через несколько минут. Это вечер под серебряным дождем. Так, ребята, ну что, погнали наших городских. Это называется губернатор Курской области Роман Старовой. Сегодня рассказал, что город Курчатов, где находится, между прочим, Курская АЭС, был атакован двумя беспилотниками. Отметил при этом губернатор, что повреждения получили административное здание и частный дом. Чуть позже губернатор уточнил информацию, сказав, что полет первого беспилотника ошибочно приняли за еще один аппарат. То есть, на самом деле, выяснилось, что беспилотник был один. Но, тем не менее, Курчатов атаковал, попал по нежилому зданию, у которого поврежден фасад. Сегодня ночью были снова закрыты аэропорты Внуково и Домодедово. Более 50 рейсов задержаны или отменены. А все связано с тем, что силы ПВО сегодня в Москве тоже работали. Они сбили беспилотник рядом с городом Люберцы, подмосковным. Никто не пострадал, повреждений нет. И вот что Собянин по этому поводу написал у себя в Телеграме. Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотников к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. И я вам хочу сказать, что мы живем с вами в такое время, что, например, новость про беспилотник в Люберцах я узнала не из Телеграм-каналов, а от своей подруги, которая, собственно, в Люберцах проживает и вот это вот все слышала сегодня. Что касается Курской АЭС, то, значит, в Телеграме станции сегодня появилось сообщение о том, что Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон и в районе ее расположения находятся на уровне природного. А руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал проект The Warzone «Удары по аэропорту в Пскове». Это то, что происходило в ночь на 30 августа. Публикация об этом сегодня появилась в «Коммерсанте». По словам Буданова, в результате атаки беспилотников уничтожено было два военно-транспортных самолета Ил-76. Еще два, как говорит Кирилл Буданов, получили серьезные повреждения. Напомню, что о возгорании двух самолетов заявляли в МЧС России. По словам руководителя главного управления разведки Украины, Украинское разведывательное управление выбрало целью самолеты Ил-76, поскольку они используются для перевозки военных грузов и военнослужащих воздушно-десантных войск России. Буданов при этом отметил, что удары наносились по топливным бакам самолетов, и глава главного управления разведки Украины заявил, что Псковский аэропорт был атакован с территории России. Напомню, что 30 августа после атаки беспилотников взрывы происходили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловских областях. И на сегодняшний день эту атаку беспилотников называют крупнейшей. А вот РБК сегодня обратила внимание на публикацию в издании «Политику». И публикация касается передачи Украине танков «Абрамс». Первые 10 танков «Абрамс», которые Соединенные Штаты пообещали передать Киеву, поступят в Украину в середине сентября. При этом политика в своей публикации ссылается на представителя Пентагона. И неназванный источник утверждается в публикации, который знаком с переговорами. Напоминаю также журналисты, что всего США поставят Украине 31 танк. По словам представителя Минобороны США, первая партия сейчас находится в Германии. Оттуда после ремонта эту партию передадут Украине. И, как отметил представитель командования армии США в Европе и Африке, курс обучения управлению «Абрамс» прошли около 200 украинских военных. Но при этом уточнять сроки поставки остальных танков, речь про первую партию, он не стал. Но допустил, что это произойти может уже осенью. При этом политика пишет о том, что западные чиновники надеются, что прибытие «Абрамс» даст Украине преимущество на поле боя. Однако представители Пентагона, с которыми побеседовали журналисты из Дании, считают, что это, как сказано, не панацея. И исход будет зависеть от действий украинских и российских военных. Напомню, что США чуть ранее отмечали, что американские танки могут оказать влияние на ход вооруженного конфликта. Но, как тогда говорили чиновники, переломить конфликт в его корне танки не способны. В СУ сейчас применяют танки «Леопард-2». Киеву поставили их европейские страны, челленджеры также от Великобритании и снаряды с обедненным ураном для них. Российские власти с начала контрнаступления Украины многажды заявляли о больших потерях украинской стороны в технике. В том числе упоминались и как раз «Леопарды». Плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три, три. Сейчас немного музыки. А после этого расскажу вам сразу о двух саммитах. Это саммит в Джиде и саммит большой двадцатки, который должен пройти в Дели 9 и 10 сентября. Видео-трансляция на канале «Серебряного дождя» в YouTube и наш WhatsApp в вашем полном распоряжении. Плюс семь, девятьсот три, семь, девятьсот семь, шесть, три, три, три. Это вечер под серебряным дождем. Так, ребята, вот какие всякие интересные у нас внешнеполитические, в том числе и с новостью. Саудовская Аравия перед началом саммита в Джиде сообщила России, что мероприятия проведут для того, чтобы убедить западные страны в бесперспективности переговоров о прекращении боевых действий в Украине без участия российской делегации. Об этом сегодня рассказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО. Трансляция выступления велась в YouTube и прямая цитата. «Наши саудовские друзья нам рассказали, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате. Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джиде». Лавров рассказал, что «Россия, говорит, задним числом узнала об обращении, направленном Генсеку ООН, чтобы его представители приняли участие в онлайн-встрече рабочих групп по формуле мира президента Украины». И еще такое высказывание Лаврова. «Я видел господина Гутерриша в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС. Я ему откровенно сказал, что это нарушает все принципы работы секретариата, потому что, согласно уставу, он должен быть беспристрастным и не должен получать указаний никакого правительства». При этом Лавров подчеркнул, что Россию как сторону многих аспектов происходящего о встречах уведомлять не стали. И, как бы, в заключении Лавров сказал, «Это, в принципе, подтверждает наши многолетние опасения о том, что Запад хочет приватизировать секретариаты международных организаций». Упоминал сегодня Лавров в своем выступлении в МГИМО и саммит Большой двадцатки, а точнее декларацию саммита группы двадцати. Лавров сказал, что декларация будет одобрена Россией, если в ней будет отражена ее позиция. Общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет. Значит, по словам Лаврова, на каждом мероприятии Большой двадцатки обсуждается ситуация в Украине. И еще одна реплика. «Если вы уж решили переписать мандат двадцатки, хотите, чтобы она занималась международным кризисом, мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанном Западом войнах. Если хотите, давайте все обсуждать. И уточнил, что тогда это будет дублирование работы ООН». Ведомости не так давно писали о том, что страны группы двадцати могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий, собственно, между ними, в том числе по вопросам мировой политики и климата. А встреча стран Большой двадцатки пройдет в Деле 9-го, 10-го сентября. Несколько дней назад появилась новость о том, от МИДа России, что российскую делегацию на мероприятии возглавит уже упомянутый Сергей Лавров. Песков говорил о том, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите двадцатки, а на прошлогоднем саммите двадцатки в Индонезии Россию также представлял Лавров. Как отмечают ведомости, источники, знакомые с черновым содержанием вот этого вот итогового коммунике двадцатки, сообщили, что несогласие с итоговым документом могут выразить страны, которые входят в Большую Семерку, а, соответственно, Великобритания, Италия, Германия, Франция, Канада, Япония и США. И эти самые неназванные источники говорят, что несогласие может быть вызвано из-за призыва выделить дополнительные пятьсот миллиардов долларов для достижения целей устойчивого развития. Ну, посмотрим еще раз Дели, девятое-десятое сентября. А вот какие интересные еще новости, связанные с Индией. Блумберг пишет сегодня о том, что Индия планирует снижать зависимость от России в вопросах закупки нефти. И именно поэтому Индия собирается вернуться к закупке нефти на Ближнем Востоке. Министр нефти сообщил, что зависимость страны от российской нефти сократится, поскольку, говорит он, поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. Собственно, как раз заявление министра нефти Индии приводит агентству Bloomberg, ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна. Потребление Индии российской нефти резко выросло после начала СВО и после санкций в отношении российской нефти. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2022 году поставки нефти в Индию выросли аж в 22 раза. И таким образом Россия вытеснила Саудовскую Аравию и Ирак с позиции главных поставщиков этого сырья Индии. Ну и, видимо, сейчас мы будем наблюдать как бы откат вот этого процесса. Из-за снижения скидок на российскую нефть, спотовые закупки стали не такими привлекательными. Вот министр нефти Индии объявил сегодня о таком решении вернуться к закупке нефти на Ближнем Востоке, чтобы снизить зависимость от Российской Федерации. Между прочим, сегодня прозвучало в Индии предложение соблюдать потолок цен на российскую нефть. С этой новостью я познакомлю вас подробнее через пару минут. Вечер под серебряным дождем. Ну что, мы продолжаем. Итак, друзья, первую половину часа закончили новостью о том, что Индия объявила о планах вернуться к закупке нефти на Ближнем Востоке и снижать зависимость от российской нефти, ну просто потому, что это сейчас еще и экономически выгодно. И вот еще РБК сегодня пишет о том, что власти Индии попросили НПЗ соблюдать потолок цен на российскую нефть. Потолок, напомню, был введен в конце прошлого года. Индия ранее официально не заявляла о том, вообще планирует она или не планирует придерживаться лимита. Правительство Индии, напоминает РБК, не вмешивалось в закупки нефтеперерабатывающих заводов, но при этом поручило соблюдать заводом установленный западными странами потолок цен на российскую нефть. Это заявление все того же ранее упомянутого министра нефти и природного газа Индии, о чем пишет сегодня Блумберг. Правда, правда, тут агентство прямую цитату министра не приводит. И официально власти Индии не заявляли, что они соблюдают лимит или намерены его соблюдать. Но Блумберг пишет, что скупка российской нефти, которая Индии росла рекордными объемами с прошлого года, возможно, подходит к концу. Наши слушатели заинтересовались новостью, вступившим в силу закона о такси. Давайте сейчас мы к этому перейдем. Единственное, что вернемся немножко назад, во вчерашний день, это штрафы за нарушения для автомобилистов, которые обсуждали вчера. И эксперты тоже в том числе говорили, что есть довольно странные, потому что они, в общем, фактически какие-то вещи ДПСникам предлагается определять просто на глаз. В том числе, наверное, самым резонансным это введение штрафа за неправильно установленный телефон или видеорегистратор. Вдруг он там закрывает обзор. Так вот, сегодня МВД опровергло запрет на установку гаджетов на лобовое стекло. Но, действительно, с сегодняшнего дня вступило в силу постановление, которое ГИБДДшникам позволит штрафовать автомобилистов, кстати говоря, еще и за неработающие АБС, не штатные ксеноновые фары, не действующие стоп-сигналы или габаритные огни. Ну и вот как раз все обсуждали, что будут штрафовать за неправильно установленные гаджеты. Устанавливать, РИА Новости об этом пишет, устанавливать любые дополнительные предметы, закрывающие обзор, запрещено. Запрещено было и раньше, но в документе уточняется, что к закрывающим обзор предметам не относятся встроенные в стекла радиоантенны, нити электрообогрева лобового стекла. МВД также пояснило, что запрета на установку гаджетов на стекла авто нет, если они не мешают обзору. Цитата по РИА Новостям. В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. Ну, посмотрим, как на практике все это будет происходить. И перейдем к закону о такси. И в конце июня, напомню, несколько депутатов Государственной Думы обнадежили перевозчиков тем, что готовят законопроект, который ведет отсрочку для некоторых положений закона о такси. В частности, она должна была коснуться и вот самого спорного требования, которое обсуждалось активно в интернете. Это специального ОСАГО для водителей. Участники рынка, напомню вам, жаловались, что такая страховка стоит очень дорого. Там порядок цен от 50 тысяч до 120. Более того, эксперты отмечают, что получить ее не всегда возможно. Но эти надежды не оправдались. Законопроект не дошел даже до первого чтения. И таким образом, с сегодняшнего дня водителей начнут отключать от системы, если у них больше трех штрафов, а сами они не смогут брать заказы, если не включены в специальный реестр. За ОСАГО им доплачивать придется. Хотя, как отмечают эксперты, например, которыми обратились в Коммерсант, фундаментальные проблемы до сих пор не решены, связанные с ОСАГО. Давайте послушаем нашего эксперта о том, как правила, вступившие с сегодняшнего дня, повлияют на потребителей, на таксистов, на агрегаторов такси. Серебряному дождю рассказал Роберт Ян, независимый транспортный аналитик. Для пассажиров изменений никаких нет. Закон фактической ситуации на рынке, просто который сейчас действует, легализует. То есть у нас есть участники, такой как агрегатор, он становится участником транспортной деятельности и ему определяется роль, обязанности и ответственности. У нас есть самозанятые водители, которые сегодня как бы формально не могут получать разрешение деятельности такси, нести ответственности, а соответственно оказывать услуги. Они в законе определены как имеющие право получать разрешение деятельности такси и соответственно оказывать услуги. Объективно закон просто легализует совжившуюся ситуацию на рынке и поэтому в самом законе нет условий для того, чтобы цена выросла. К сожалению, ряд агрегаторов и некоторых транспортных компаний последний год проводили такую компанию в обществе, что закон якобы усложнит им деятельность и поэтому у них повысят затраты и соответственно это привлечет увеличение стоимости. Но по факту это спекуляция, потому что сам закон этого ничего не предполагает. То, что у компаний возникает сложности соблюдения закона, но это только потому, что они раньше его не соблюдали. Значит, для агрегаторов самое главное изменение, что они теперь становятся участниками транспортной деятельности, не как перевозчики, а как посредник. И в связи с этим несет ответственность и имеет обязанности. Неисполнение некоторых этих обязанностей может повлечь для агрегаторов вплоть до приостановки деятельности в регионах. Для агрегаторов вводится разрешительный характер, то есть они должны получать разрешение на деятельность в субъекте региона. Специальный реестр для сузд заказа, для кого такси появляется. И уполномоченные органы теперь региональные получают право контролировать деятельность агрегаторов в своем регионе. То есть поговорить о том, что мы федеральная компания и ваша законность местная для нас не касаются, а агрегаторы теперь не смогут. Но пока, но пока, что касается агрегаторов, вот такое сообщение от нашего слушателя без подписи, называется «За что купила». Даша, привет по поводу такси. На текущий момент агрегатор до сих пор раздает заказы всем подряд, даже тем, у кого нет лицензии на такси. Имеется в виду разрешение на таксомоторную деятельность. Дорогой мой слушатель, простите, ради бога, не знаю, как к вам обращаться. У меня большая просьба. Я так понимаю, что вы где-то внутри этой ситуации. Как только вдруг агрегаторы перестанут раздавать такие заказы, не могли бы вы мне об этом написать? Очень и очень любопытно. Ну, а что касается влияния, вступления в силу вот этого положения, рядоположения этого закона сегодняшнего дня, пару недель назад очень активные начались обсуждения в разных телеграм-каналах о том, что, мол, вступление в силу закона повлияет на количество водителей, то есть их количество будет сокращаться, а это значит, будет сокращаться количество машин на линии, а это значит, последует повышение стоимости поездки для конечного потребителя. Вот эту информацию, которая так активно обсуждается, мы также попросили прокомментировать нашего эксперта Роберт Ян, независимый транспортный аналитик. Сейчас у нас на рынке два крупных федеральных агрегаторов услуг, они, вот эти два агрегатора, практически являются, ну, покрывают, наверное, 90% всех услуг в России, ну, может быть, 85%, ну, в регионах есть свои диспетчерские службы, которые тоже имеют какую-то долю рынка. Вот эти два агрегатора уже сейчас предложили для своих партнеров, которые по каким-то причинам не хотят или не могут соответствовать требованиям закона, предложили другой вид партнерских взаимоотношений, при котором они сохранят возможность оказать услуги пассажирам, то есть сохранять партнерские отношения с агрегаторами, но при этом они, ну, временно пока не соответствуют требованиям закона. Агрегаторы будут, я практически уверен, мотивировать этих партнеров в течение вот этого адапционного периода соблюсти требование закона о такси, но, по крайней мере, сейчас они таким образом устранили вот эту проблему, что не будет водителей. Агрегаторы сами не заинтересованы в том, чтобы терять пассажиров. У них зависимость их бизнеса, она зависит не от цены услуги, она зависит от количества поездок. Потеряет больше всего агрегатор от роста цен. Потому что водитель перейдет в нелегальный сегмент, если увеличится цена, и он доход свой каким-то образом компенсирует, да? А агрегатор его просто потеряет, компенсирует. Агрегатор не может, у него нет возможности работать на нелегальном рынке. Поэтому не надо бояться того, что в ближайшее время у нас сильно вырастет цена. Если произойдет, то по тем причинам, которые происходят сегодня. Дождь, пробки, такие же причины, которые есть сейчас. И вы знаете, что касается причин, мне очень нравится вывод, которым заканчивается материал на эту тему издания «Коммерсант». Я позволю себе его процитировать. Водители призывают пассажиров не пугаться, когда поездки подорожают именно 1 сентября. Это происходит регулярно с началом учебного года и далее, конечно. Хотя гарантии, что цены откатятся назад, никто дать не может. К другим новостям, друзья, давайте перейдем с вами через несколько минут. Сегодня Антонио Гутерриш заявил, что он представил Лаврову конкретные решения по зерновой сделке, а в Кремле анонсировали и дату, и место переговоров Путина и Эрдогана. А, кстати говоря, заодно расскажу, какая из близких к нам стран планирует, судя по всему, ратифицировать римский статут Международного уголовного суда. Оставайтесь под серебряным дождем. Меня зовут Дарья Гордеева, и скоро продолжим. Это вечер под серебряным дождем. Так, ну вот смотрите, что по поводу такси пишут наши слушатели. А для чего развивали городской транспорт? Такси сократят, сделают не для всех, как и раньше, а то в Булочную разъездились. Николай с таким комментарием. Агрегаторы давно нашли выход из ситуации. Они будут заключать договор о фрахтовании транспортного средства, и все. Закон по боку. Следующий комментарий от нашего слушателя, который спасибо огромное за продолжение, написал, что задал вопрос своему таксопарку. Как долго еще таксисты без лицензии будут получать заказы от бесстрашных агрегаторов? Ответ, прям скрин слушатель прислал. Пока никому неизвестно, сколько времени будет открыт доступ у водителей без разрешений. Возможно, закроют на днях, а возможно, в течение месяца. И наш слушатель написал, Кирилл, что я вас постоянно и дискутирую с вами по вопросам, касаемым такси. И, Кирилл, всегда открыто для дискуссии. Огромное спасибо вам за информацию. Держите в курсе. Так, вернемся к международной повестке в следующем часе. Ну и не только это. Свою любимую, любимую в кавычках, тему электросамокатов я сегодня тоже вниманием обойти не смогла. Дарья Гордеева в студии до 19.00.